В биофизике сложных биосистем представлен ряд моделей, воспроизводящих процессы структура образования. Структура образования – это возникновение некоторой регулярности в распределении организмов. Эти регулярности называются структурами. Стрелочка направо, я ее и двигаю. А вот, пожалуйста, это просто для примера. Не бойтесь, так сказать, решать это уравнение никому из вас не придется. Для примера, это простая модель, которая помимо общего изменения численности фитопланктона, второе уравнение, учитывает турбулентный обмен вдоль соответствующих координат. То есть оно написано в частных производных по оси Х, по оси У и по оси З. Ну, это очень простая модель, так сказать. В действительности рассматриваются более сложные системы. Например, формирование пятнистости в распределении планктона воспроизводится моделью, которая описывает трофодинамические взаимодействия в простейшей пищевой цепи. Ну вот, есть такая модель Мальхова. Мальхов – это немецкий математик, который работал совместно с сотрудниками Института экспериментальной и теоретической биофизики РАМ. Вот в его модели эта цепь включает биогены, фитопланктон, зоопланктон и рыбу. Отличительной особенностью модели является то, что рост планктона, его взаимоотношения и перемещения моделируются с помощью системы уравнений типа реакции диффузия, подобных тому уравнению, которое представлено на экране, в то время как для описания движения рыбной стаи используются идеи индивидуально ориентированного моделирования. Рыбная стая рассматривается как некое целостное образование, как супериндивидуум. Стая поедает зоопланктон и перемещается по сетке в пределах области интегрирования в соответствии с определенными правилами, которыми учитывается избирание рыбы и участков с более высокой плотностью зоопланктона, текущее положение стаи относительно границ области моделирования, направление перемещения, движение на предыдущем шаге и время максимального пребывания на заданном участке. Вот такая система. Значит, исследование этой системы показывает, что наличие стаи рыб может ускорять процесс структурообразования. Кроме того, это приводит наличие стаи к более реалистичной картине пространственного распределения планктона путем сглаживания искусственно возникающих популяционных структур типа спиралей или плоских волн. Вот здесь как раз на различных шагах этой модели, на различных стадиях модельного эксперимента показано, какие структуры возникают. В конечном итоге действие стаи рыб приводит к тому, что формируется такое эквифенальное пятнистое распределение планктона, с которым гидробиологи более или менее хорошо знакомы. Понятно, конечно, что факторы пространственного распределения организмов могут играть важную роль в динамике системы потребителей ресурсов. При одной и той же средней концентрации локальные плотности, как правило, существенно различаются, предопределяя исход биотических взаимоотношений для системы в целом. Вот, значит, подход, который опирается на такие модели, которые мы сейчас с вами рассмотрели, называется обобщенные модели типа адвекции диффузия, дает яркий пример моделей феноменологического типа, который теоретически воспроизводит феномен структуры образования, что очень важно вообще говоря, существует этот феномен или не существует. Они его воспроизводят, значит, он существует. И указывают его основные механизмы. Считается, что этот подход оправдан, когда анализируются макроструктуры, которые охватывают области распространения отдельных видов или очень крупных популяций. А вот при рассмотрении локальных взаимодействий, локальных картин пространственного размещения организмов возникает необходимость учёта таких факторов, как поведенческие реакции отдельных индивидуумов. Вот эффективным средством изучения в этом случае могут считаться модели иного, механистического типа. Например, индивидуально ориентированные. Это когда переменной модели выступает отдельный организм, отдельный индивидуум. Давайте рассмотрим в качестве примера результаты исследования такой модели, которая учитывает характер пространственного размещения организмов в явном виде. В качестве распределения фитопланктона и зоопланктона на той модели, о которой я вам говорил, эту картинку мы перенесём. Это частный случай её исследования. А вот здесь два подхода. Я извиняюсь, не нашёл у себя картинок на русском языке. Это феноменологический подход и механистический. Вот сейчас мы говорим о механистическом подходе. Значит, рассматриваем модель, индивидуально ориентируемую, в которой переменной системой является отдельный организм, единичный особь. В модели рассматривается феномен возникновения пространственной структуры в системе потребителей ресурс, представленной двумя популяциями, типа рыба и зоопланктон. Значит, сценарии модельных экспериментов разыгрываются на плоскости определённого размера, ну, представленной ортогональной сеткой таких квадратных ячеек размерностью 200 на 200 ячеек. Значит, ну, тут видно, что заданы периодические границы, что там ещё условия внешней среды полагаются постоянными, ну, и взаимодействуют два вида – потребитель и ресурс. Значит, потребитель обладает способностью с заданной точностью оценивать плотность кормовых организмов в пределах некоторой круговой области. Вот область, так сказать, в пределах которой он может оценивать. Размеры этой области ограничены. Ограничены они дистанцией сенсорного реагирования. Эта дистанция сенсорного реагирования, она оценивается в пикселях и представляет собой константу модели. Хотя её можно менять, в принципе. Перемещение хищника или потребителя, что одно и то же в данном контексте, организовано таким образом, что направление его движения определяется градиентом плотности корма. Дистанция перемещения – тоже фиксированный параметр модельный. Значит, при столкновении потребителя с кормовой частицей происходит её поглощение. На возобновление кормовых организмов кормовые организмы здесь и далее будут показаны их наличие тёмной, заштрихованной, так сказать, областью. На возобновление кормовых организмов наложены пространственные ограничения. Их размножение происходит только там, где плотность кормовых организмов падает из-за выедания хищником. Других факторов смертности не учитывается. Таким образом, имеет место анизотропный рост популяции кормовых организмов, темп которого неявным образом связан с локальной плотностью. Значит, характерной особенностью поведения этой модели является формирование устойчивых, упорядоченных структур, которые не заданы изначально в исходно-гомогенном пространстве распределения корма. Вот, посмотрите. Значит, первые четыре картинки это разные фазы модельного эксперимента. На начальной стадии имитационного эксперимента траектории движения консументов носят псевдослучайный характер. Они здесь показаны светлыми, такими, ломанными линиями. Это практически броуновское движение. Потребителю корм распределённо равномерно, потребителю всё равно, куда идти. В дальнейшем, в результате поглощения и возобновления корма в его распределении образуются регулярно узлы выедания. Вот это хорошо видно и на втором видно, и на третьем видно, на третьей картинке. Которые с течением времени вот эти узлы выедания соединяются между собой, формируют чёткую структуру дальнейшей эволюции, которая приводит к образованию устойчивого пространственного паттерна, представленного чередующимися полосами. Вот, значит, парадокс здесь в чём? Вот он, этот паттерн. Значит, потребитель ходит вдоль этих полос. Корма навалом, но условия питания его, так сказать, оказываются недостаточными. Значит, переход к устойчивой пространственной структуре сопровождается стабилизацией плотности кормовых организмов и среднего рациона потребителя. Из общих соображений можно заключить, что процесс возникновения вот такой структуры будет определяться соотношением количества хищников и темпом воспроизводства корма. При малом количестве хищника и быстром воспроизводстве корма структура не образуется. С увеличением числа потребителя она появляется тем быстрее, чем больше потребителей. Значит, если задумываться, то легко понять, в общем-то, что сам механизм структуры образования состоит в стремлении потребителя избегать участков пространства, которые содержат следы выедания, то есть предшествующей деятельности как самого потребителя, так и его коллег. Это приводит к тому, что в распределении ресурса образуются области низкой плотности, низкой плотности корма, отделенные друг от друга расстоянием, приблизительно равным дистанции сенсорного реагирования. Значит, когда вот этот результат был получен, сразу возникла ассоциация с одним природным явлением. Я не удержусь, покажу эти картинки, но это вот следы жука-караеда. Но механизм здесь, конечно, другой. Это небольшая спекуляция, так сказать. Но в действительности можно найти природные аналоги вот такому распределению организмов в виде таких чередующихся полос. Ну, например, значит, пространственное распределение растений в тигровом буше, в Австралии. Значит, причину возникновения вот такого размещения растений в виде чередующихся полос усматривают обычно в результате усматривают в результате конкуренции и кооперации растений в условиях дефицита влаги. Значит, при дефиците влаги результатом вот этой конкуренции и кооперации является определенная пространственная разобщенность, но не отдельных растений, а их ассоциаций. Ассоциации более эффективно удерживают почвенную влагу, создавая тем самым зоны с благоприятными условиями для размножения. Вот они-то и имеют вид чередующихся полос, хотя математическое исследование показывает, что это возможно, что возможны и другие схемы расселения. Значит, вот в той модели, которую мы сейчас рассмотрели, не задана в явном виде какая-либо конкуренция, но сама система ориентации порождает разделение пространства консументами и определенную регулярность их положения. Несмотря на отсутствие какой-либо борьбы за ресурс, в поведении потребителя легко различаются элементы, которые характерны для конкурентных отношений по типу эксплуатации. В этом смысле механизмы, формирующие структуру и в буше, и в рассматриваемой системе, должны считаться аналогичными. Первая часть доклада – это то, что дает нам исследование математических моделей. Будь то простые модели адвекции и диффузии или более сложные индивидуальные модели, переменными в которых выступают отдельные потребители и которые учитывают поведенческие реакции организмов. А далее я хочу коснуться второго направления, а именно картографических методов как инструмента анализа роли пространства в экологических процессах. Итак, картография. Ну, я просто здесь же не географы собрались за редким исключением. Значит, картография, вот долгое время картографии называли науку о географических картах, их свойствах создания и использовании. Мы здесь будем говорить об одном из направлений картографии, в частности, о математико-картографических методах, в которых карты используются как один из главных источников получения пространственной и временной информации для компьютерного моделирования. По сути, географические карты это математические определенные пространственные модели. Отображаемые на картах объекты и явления можно рассматривать как однородные множество изменяющихся в пространстве случайных величин. Высот, температур, посевных площадей, урожайностей, ну и так далее. В математической статистике они называются статистическими совокупностями. И для их анализа используют математико-статистические методы, с помощью которых определяют статистические характеристики этих совокупностей моду, медиану, среднюю, мат-ожидание, моменты и так далее. Изучают пространственные и временные связи между явлениями, что важно для нас. Мы не можем, основываясь на точечных представлениях, так сказать, отбрасывая фактор пространства, установить связи между явлениями. Я вот на этом настаиваю. Ну и, наконец, вот с помощью этих методов оценивают степень влияния отдельных факторов на изучаемые явления и выделяют ведущие факторы. В настоящее время одним из наиболее мощных инструментов картографического анализа являются специализированные геоинформационные системы или ГИС, которые обеспечивают сбор, хранение, обработку, анализ и отображение пространственных данных и связанных с ними непространственных, а также получение на их основе новой информации и новых знаний. Ну, ГИС, что такое ГИС, я объяснять не буду. У вас у каждого в кармане лежит телефон и там под именем карты расположена программа, в которой, так сказать, дает полноценную информацию геоинформационной системы. Вы с помощью обращения к этой программе можете определить свое местоположение, определить рельеф местности и даже можете провести кое-какие геометрические операции, проложить маршрут, найти оптимальный маршрут, определить там длину этого маршрута, ну и так далее. Определить, где остановки автобуса, где рестораны, где заправочные станции. Вот это осуществляется, так сказать, с помощью той ГИС-системы, которая у каждого из нас имеется. Значит, в экологии, в промысловой биологии используется тоже ГИС-система, довольно широко используется, но главным образом, не для цели анализа, а для цели визуализации. Мы об этом еще скажем пару слов. Для представления пространственных объектов в ГИС используют пространственные типы данных, которые определяют положение объектов в заданной системе координат, и атрибутивные типы данных, которые описывают различные свойства объектов, биологические, статистические, технические, какие угодно. К средствам пространственного анализа собственно относятся различные процедуры манипулирования пространственными и атрибутивными данными. Я, может, это зря говорю, может, это такие вещи, которые всем известны, но, тем не менее, так сказать, я закончил с этим введением. Значит, к средствам пространственного анализа относятся различные процедуры манипулирования пространственными и атрибутивными данными. Это выбор и объединение объектов по какому-либо признаку с заданными условиями. Это реализация операции вычислительной геометрии, да, и анализ наложений различных. Анализ наложений или операции оверлея. Значит, это топологическое наложение слоев. Это операция оверлея или наложение это один из самых распространенных и наиболее эффективных средств анализа. В результате наложения двух тематических слоев образуется третий дополнительный слой в виде графической композиции исходных слоев. Наиболее часто анализируется совмещение полигонов. Ну, визуализация. Значит, это генерация изображений, в том числе и картографических. Результатом визуализации может быть электронная карта, таблицы, графики, которые включают в себя различные характеристики объектов или их соотношения. Ну, иногда применяют анимацию. Это когда хотят показать динамические процессы, развитие динамических процессов. Ну вот, вступление закончено, теперь я перейду к конкретному примеру. Конкретный пример использования математика картографических. Значит, речь пойдет о пространственной временной динамике серого кита. Вот Илья Васильевич призывал, так сказать, вас всех заниматься морскими млекопитающими. Ну, я вот про серого кита расскажу, хотя я сам ихтеолог, вообще-то говоря. Серый кит. Речь пойдет о сером ките охотско-корейской или западной популяции. Это такой очень охраняемый объект, занесен в Красную книгу Российской Федерации и по категориям СОП принадлежит к видам, находящимся под угрозой вымирания, исчезновения. Значит, в исторические времена популяция серого кита насчитывала несколько тысяч особей, по некоторым оценкам до 10 тысяч. Однако, в результате промысла численность ее сократилась настолько, что к началу 70-х годов прошлого века она была сочтена практически исчезнувшей. Оказалось, однако, что несколько десятков особей выжили, и это дело было установлено почти случайно, и сейчас общая численность популяции серого кита насчитывает, я имею в виду охотско-корейскую популяцию, насчитывает порядка 150 особей. Серый кит, в отличие от большинства других китообразных, питается бентасом, и основу его рациона составляют донные ракообразные, в частности, изоподы, равноногие раки, и амфиподы, разноногие раки. Значит, считается, что хозяйственное освоение акватории, где происходит нагул кита, а он нагуливается, вот эта популяция нагуливается в районе северо-восточного побережья острова Сахалин, так вот, хозяйственное освоение акватории этих, оно несет в себе ряд угроз. Факторы беспокойства такие, как, скажем, шумы, активное судоходство, строительные операции, грунтовые работы и прочее, которые связаны с обустройством нефтяных и нефтегазовых месторождений на шельфе Сахалина, они ведут к нарушению поведения животных, меняют картину их пространственного распределения, характерную для естественных условий, и тем самым лишают их нормальных условий нагулы. Вот поэтому важно установить, сохраняется ли их приуроченность к местам, где высока продукция бентуса, или их поведение и распределение носит какой-то хаотический характер. Для этого надо оценить пространственную сопряженность в распределении серых китов и организмов бентуса, которые являются их кормовыми объектами. Сделать это можно как раз с использованием математика картографических методов. Этот анализ выполнялся для акватории северо-восточного шельфа Сахалина в пространственных границах Пельтунской Нагульной площади. Она вот на этом рисунке выделена красным прямоугольником. Вот чем примечательно так сказать эта Пельтунская Нагульная площадь, кроме того, что здесь происходит откорм и какая-то часть года используется серыми китами. А тем примечательна эта площадь, что начиная с 2002 года здесь проводится согласованная съемка, ставящая целью оценку обилия нагуливающихся китов, их кормовых организмов, индивидуальную идентификацию китов, регистрацию производственных шумов, ну и ряда других показателей. То есть ведется такой регулярный систематизированный мониторинг, в котором принимают участие сотрудники Института биологии Морин, Дальневосточного научного центра, сотрудники ВНИРО, сотрудники Московского университета, ну и большими коллективами. А оплачивает это все нефтяные компании, такие как Роснефть, и это довольно дорого стоит, эта работа, такие как Эксон Мобил, которым вменено было при утверждении ТЭО-проекта на строительство и обустройство месторождений проводить вот такой регулярный мониторинг. И они дисциплинированно проводят и каждый год тратят на это несколько миллионов долларов. Значит, теперь какие данные имеются в распоряжении? Значит, в распоряжении имеются материалы ежегодной регистрации китов на исследуемой акватории и оценка их численности. Эта регистрация ведется с берега из судов в период с конца июня, когда кит появляется в районе Нагула, и по конец сентября, начало октября, когда киты начинают куда-то откачевывать, точное место, куда они откачевывают, в общем-то, неизвестно науке. Наблюдения организованы таким образом, чтобы обеспечить расчеты плотности китов в пределах стандартной сетки мониторинга, состоящей из клеток размером 1 на 1 километр. Вот на левом рисунке видны эти клеточки, вот верхняя часть заштрихована, это как раз Пельтунская Нагульная площадь, и, значит, здесь клеточки закрашены разным цветом в соответствии с встречаемостью среднесезонной встречаемость китов в той или иной ячейке стандартной сетки мониторинга. Значит, наблюдение мониторинга обилия и пространства распределения зообентаса проводится тоже по стандартной сетке, но с другими ячейками. Вот это правая рисунка. Эти ячейки больше, существенно больше, чем один квадратный километр. Значит, вот в пределах каждого из четырех угольников координаты конкретной станции отбора бентесных проб определяются с помощью генератора случайных чисел. Случайно. Случайно. А надежность оцены биомассы бентеса обеспечивается кратной повторностью проб в каждой клетке этой ячейки. теперь картографический анализ, то есть то, что заносится на карту встречаемости серых китов в том или ином году. Картографический оценка производится так. Весь массив данных о суммарной численности китов в каждой километровой ячейке учетной сетки подразделяется на три класса. Это делается с помощью процедуры равновероятной классификации. То есть классификация такова, что вероятность принадлежности того или иного элемента массива к одному из выделенных классов равняется 0,33 и 3 в периоде. То есть равная вероятность отнесения. Эти три класса вот отображаются на карте тремя градациями цвета. Почему тремя, а не четырьмя, а не пятью? Да потому что если мы будем использовать больше градаций, мы запутаемся и ничего не получим в конечном итоге. Вот внизу легенда. Каждый график содержит легенду такую. Вот здесь как раз обозначены три градации цвета. Ну видно здесь последовательные годы с 2009 я их просто взял для примера по 2011 видно, что в разные годы приходит разное количество китов и ареал их на гулу тоже вообще говоря различается. Вообще говоря, существует связь между численностью зарегистрированных не приходящих, а зарегистрированных китов и ареалом нагула. Я на ней останавливаться не буду, это неинтересно. А вот картографическая оценка биомассы зообентоса реализуется иначе с использованием методов изолений. Но здесь также устанавливается три градации плотности. Вот, пожалуйста. Здесь картографическая оценка распределения кормового бентоса, включающего изоподы и копиподы, но есть и раздельные оценки, из которых видно, что изоподы и копиподы, их пространственное распределение немножко различаются. Но мы для простоты будем оперировать такими общими характеристиками. Ой. Значит, формирование карт сопряжения в системе встречаемость китов и биомассы кормового бентоса осуществлено за счет совмещения оверлея двух цифровых слоев, содержащих данные о пространственном распределении анализируемых переменных. Поскольку для каждого из слоев выделено три градации плотности, то всего возможно девять классов к сочетанию. Ну, какие это сочетания? Большой плотности бентосов соответствует высокая встречаемость китов, средний там тоже высокая, средний средний, ну и так далее. Всего девять классов. Это легко посчитать. Это вот, кстати, сказать, мы пропускаем. Вот эти девять классов сочетания, они здесь показаны разным цветом. Ну, а теперь посмотрим, что получилось. Для каждого года мониторинга он продолжался с 2002 по 2012 год. Результаты абсолютные в километрах квадратных и относительные, то есть в процентах от общей площади обследованной акватории величины занимаемых тем или иным классом сочетаний, вот они получены. Что получилось? Ну, вот, пожалуйста, вот это карты совмещения. Вверху на врезке, вот в данном случае, вот верхней врезке, здесь показаны площади, занимаемые отдельными классами сочетаний. А внизу, собственно, вот эти классы сочетаний, так сказать, расшифровываются. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что в пределах активно посещаемых китами акватории сопряжение типа много бентеса и много китов это зеленым цветом они выделены, формируют более или менее однородные зоны. Они имеют достаточно большую площадь и располагаются в центре районов интенсивно посещаемых китами. Если сопоставить общее число регистраций китов в зонах различающихся обилием бентеса, то получается следующая картина. Значит, я извиняюсь, вот она. Вот первое это общее число регистраций в зонах с высокой плотностью бентеса, второе со средней, третье с низкой. Ну, как бы комментарий здесь излишний. А вот предыдущая картина это встречаемость динамика площади регистрации серых китов для участков с различной биомассой кормовых видов. то же самое здесь видно, что встречаемость на участках с самой высокой биомассой, вот красненькими точками помечена кривая, она максимальна. Ну, я закругляюсь, так сказать. можно посмотреть другие показатели, там, скажем, мерой сопряженности могут служить, например, общая или относительная площадь сопряженных по показателям обилия участков. А что такое сопряженное? Это когда много бентеса, много китов, средний бентеса, средний китов, мало бентеса, мало китов. Вот. Может быть, интегрированные по пространству корреляции между сопоставляемыми показателями. Много разных мер, но я здесь ограничиваюсь самими простыми представлениями. Что показывает этот анализ? Он показывает, что в общем-то максимальные значения обобщенных по каждому году суммарных оценок числа зарегистрированных особей серого кита приходится на акватории с максимальной расчетной плотностью бентеса. Минимальные на акватории с минимальной кормовой базой. Но он еще показывает, что наиболее привлекательными для китов являются лежащими на малых глубинах обширные поля с высокой относительно равномерно распределенной биомассой амфипод. Ну, я на этом заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...